Всем привет! С вами Музарубка. «Кони привередливые» – самая главная композиция Владимира Высоцкого в его творчестве. Как он написал самую проникновенную балладу в своей жизни и какой тайный смысл и послание он туда вложил? Что он хотел сказать? Какое послание он передал в этой песне последующим поколениям? И я коней напою! И перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы вы не пропускали интересные истории из мира музыки, а также были в курсе всех новостей и музыкальных событий. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Также вы можете стать спонсором нашего канала. Тем самым вы поможете делать нам более качественные и интересные видеоролики. Стать спонсором можно по ссылке, которая будет в описании. Владимир Высоцкий главную песню в своей жизни написал в 1972 году. В этот период в нестабильных отношениях между Владимиром Высоцким и руководителями советской культуры наметилась явная оттепель. Но написал он эту композицию не случайно. В гости к богу не бывает. В 1972 году Владимир Высоцкий и его супруга Марина Влади должны были сниматься в фильме «Земля Санникова» по мотивам романа Владимира Обручева. Высоцкому там предназначалась роль Крестовского, а Марина Влади должна была сыграть невесту Ильина. Конечно же Высоцкий с энтузиазмом взялся за подготовку к роли. Тем более, что в фильме предполагалось использование его песен. Для «Земли Санникова» он сочинил три композиции. Это песня «Белое безмолвие». Вторая композиция «Баллада о брошенном корабле». И третья песня как раз таки «Кони привередливые». И вот композиция «Кони привередливые» была написана специально по заказу. Заказчики хотели увидеть песню о главном – о жизни, о смерти и преодолении. Это редкий случай, когда Высоцкий написал песню специально, по заказу, и он знал, о чем должна быть эта композиция и где она потом будет использоваться. Вряд ли заказчики предполагали стихи и музыку такой силы, какой их создал Владимир Высоцкий. К большому сожалению, по итогу, песня в этом фильме так и не прозвучала. Да что говорить, Высоцкий и Марина Влади в этом фильме даже не сыграли своих ролей. Все дело в том, что снимать Высоцкого просто запретили, и на его место быстренько позвали другого актера – Олега Даля. Все дело в том, что оттепель в отношениях Высоцкого с государством сменилась очередными заморозками, которым сам Владимир Семенович причастен не был. Все дело в том, что на одной радиостанции «Немецкая волна» прозвучало несколько песен Владимира Высоцкого. И в передаче его представили как отчаянный, отъявленный диссидент. И, конечно же, на всякий случай его опять запретили. К большому счастью, он никуда не делал эту композицию и стал исполнять ее на концертах. Песню очень быстро полюбил народ. На своих концертах он рассказывал об этой композиции и говорил, что он стилизовал песню под такие старинные русские напевы, в то же время указывая и на связь с цыганским романсом. Но почему слушателям так сильно понравилась эта композиция? И какой скрытый смысл Высоцкий описал в этой песне? С первых строчек Высоцкий дает понять, что речь идет о пути героя к последнему приюту. Что речь идет о пути героя к последнему приюту, как о состоянии между жизнью и смертью. Пропадаю, пропадаю, чуть больше... Об этом говорит тройное уточнение, придавая дополнительный драматизм происходящему вдоль обрыва, понад пропастью, по самому покраю. Пропадаю, 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 чуть больше... Лирический герой не ищет и не ждет успокоения от душевных мук. Последний приют для него – это то место, где ангелы поют злыми голосами. Здесь главный герой погоняет коней, но в то же время говорит, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Медленнее кони, чуть помедленнее... Вот этот диалог с конями – это обращение к своей раздвоенности и душевной боли. Первый куплет обозначает начало гибельного пути. Не успел мне допеть... А во втором происходит развитие мотива неизбежной смерти. Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони. Стою на краю... А в третьем куплете мы с вами явно понимаем, что произошел конец. Мы успели. В гости к Богу не бывает опозданий. Так быстро, за ней чуть помедленнее... И вот в конце этой песни мы с вами чувствуем и понимаем, что чувствует лирический герой. Здесь у него и сомнение, и отчаяние, и непринятие конца. Он говорит, что мы успели. В гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Кали дожить не успел так... Здесь Высоцкий рассуждает о скором и неизбежном конце своей жизни. Да петь, и я коней напал... Он сожалеет, но принимает свою судьбу как есть. Песню он показывает, что по-другому быть просто не может. Представляете, как завуалированно здесь Высоцкий высказал свою мысль и вообще описал просто всю жизнь. Он написал нашу жизнь, наши дни, что мы куда-то бежим, но конец у всех один. И нужно думать, как ты живешь, что ты делаешь, потому что все мы когда-то рано или поздно придем вот к этой финальной точке. Слушайте, это не может не трогать. И, конечно же, даже сын Высоцкого сказал, что это лучшая композиция в его творчестве. И я с ним полностью согласна. В мгновенье еще постою! К большому счастью, это произведение распространялось не только на кассетах и бобинах, но случилась новая оттепель, и несколько песен Высоцкого были изданы фирмой «Мелодия». Вы представляете, сейчас любой может выложить свое творчество в интернет, а тогда нужно было постараться, чтобы твои песни разрешили публиковать, и чтобы их просто донести до слушателя, нужно было вот какой путь пройти. Композиция по вокалу очень сложная. Во-первых, она очень длинная, и там есть достаточно сложные вокальные партии. Но, тем не менее, некоторые певцы все-таки попробовали ее перепеть. И сейчас я вам расскажу, кто же это попробовал сделать. Свою версию коней сделал Григорий Лепс. Здесь он изменил аранжировку, и, конечно же, спел в своей непревзойденном манере. Мне понравилось то, как спел Григорий Лепс эту композицию. Во-первых, он не пытался подражать Высоцкому, и вставил в свою вот эту хрипотцу надрыв, и в этой композиции это звучит очень уместно, и, конечно же, его версия имеет право на существование. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вам нравится, как Лепс поет эту композицию. Вот лично мне понравилось, так как у Лепса есть вот эта хрипотца и вот этот надрыв. Мне кажется, Лепсу подходит эта композиция, и он постарался и достаточно хорошо передал смысл этой песни. Еще одно исполнение, от которого вот я была просто в шоке, это исполнение Гарика Сукачева. Здесь он сделал просто какой-то хулиганский мотив. Доспел он чистенько, но лично мне не понравилось. Чего-то он там как-то сильно орал, пытался что-ли подражать Высоцкому, или пытался перепеть, но, по моему мнению, у него это не получилось. Когда я посмотрела клип, я тоже была в шоке. Во-первых, когда я увидела этот клип, он был включен в новогоднюю программу. Новый год, радость, веселье, и тут бац, на тебе Гарик Сукачев с этой композицией. Какой-то здесь снег летает, какой-то огонь, он горит в этом пламени. Если честно, я совершенно не поняла посыл. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, я не права, и кому-то эта версия понравилась. Вы не представляете, но эту песню даже пели женщины. К примеру, ее попыталась исполнить Диана Анкудинова. Когда я послушала, как она поет, я была просто в восторге. У Дианы Анкудиновой непревзойденный и очень узнаваемый тембр голоса. Как она спела эту композицию. Она девочка молодая, но как она передала смысл. Я под большим впечатлением. Самое интересное то, что когда Диана пела впервые эту композицию на сцене, она не сдержала своих эмоций и заплакала. Я считаю, что это одна из лучших композиций в творчестве Дианы Анкудиновой. Мне допеть не успеть я... Также очень необычная версия принадлежит польской певице. Ее зовут Марыля Радович. Перейдите, мои кони, хоть... Она превратила песню Высоцкого в целую балладу. Привет, разливая... Но согласитесь, кто бы ее не исполнял, Высоцкого никто не переплюнет. И так быстро, они чуть померли... Когда он пел эту композицию, там слышалось очень голосовое напряжение, надрыв... И крик, вот он наполняет всю эту композицию такой энергией, энергетикой, что я просто под огромным впечатлением нахожусь. Не успел, так хотя бы допеть... Согласитесь, что не любить Высоцкого очень сложно. Его песни уникальны. Такой искренности и чистоты мысли, ну, нет практически ни у какого певца. Теперь вы знаете, как написал эту композицию Высоцкий, и какой глубокий и тончайший смысл он заложил в эту композицию. Надеюсь, вам понравилось это видео, вам понравилась эта история песни. Поэтому не забывайте делиться в комментариях своими впечатлениями, своими мыслями. И обязательно ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. И до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok